Вот сейчас Женя Примаков возглавил Руссовердничество. Я все-таки надеюсь, что та история, о которой мы все время говорим, мягкая сила, что она все-таки начнет действовать. Понимаете, ведь вот и мы иногда говорим, вот Запад взаимодействовал со всеми политическими силами Украины. Запад сначала создал все политические силы на Украине, а потом с ними взаимодействовал. У нас вот этого навыка создать какие-то свои пророссийские силы, а потом с ними взаимодействовал. В общем, нет. Ну, Украина-то вообще отдельная беда. Это, собственно, бездарная такая территория, которой никто не занимался в принципе. Ну, в принципе. Да. Другое дело, что тут с одной стороны это упрек справедливо, с другой стороны несправедливо. Если мы вспомним, еще в 2000 году ЦРУ давал прогноз, что, в общем, к 2007 году Россия развалится на несколько враждующих сегментов. И, в принципе, это на Западе был живой сценарий. Они видели так нашу ситуацию. Поэтому были ли у нас силы заниматься в Украине? Для меня открытый вопрос. Была ли у нас возможность что-то еще делать, кроме как рулить этой трубой? Тоже для меня открытый вопрос. Тогда казалось, наверное, что эта газовая труба это достаточный инструмент. А подумать чуть вперед и просто поддержать, не создавать ничего, но просто поддержать те пророссийские силы, которые уже были, ну, наверное, не хватило какого-то навыка, умения. Слушайте, страну по пускам сшивали. Ну, еще 2002 год у нас в половине субъектов местные законы, не в республиках, местные конституции, предварящие для федерации. Ну, как? Я помню, я в 2001 году на войне не в Якутии было, и должен был прилететь Путин. В местных чиновников говорили, что Путин, кто вообще, кому это нужно? И вдруг прилетает президент. И вот я тогда увидел, что белое лицо, побелевшее лицо, это, ну, не фигура речи. Они действительно были в шоке от того, что в Якутию прилетел целый президент страны, и лично ходят и смотрят, что там происходит в этом несчастном, разрушенном Ленске. То есть сейчас случились там, не знаю, техногенная авария, что-то взорвалось, обрушилось. Это норма, что прилетели министры и так далее. Мы уже привыкли жить в другой парадигме. И мы к тому, что происходило тогда, подходим с меркой сегодняшнего дня. Это неправильно, я согласен. У нас сегодня, слушай, у нас сегодня, в Забайкале солдат расстрелял со служебцев, выяснилось, что они его дедовщиной были. Реакция на уровне министра. Выговоры, неполные служебные соответствия. Часть там практически расформировали этих офицеров под следствием. Так у нас 15 лет назад это происходило сплошь и рядом. Вообще никто на это внимание не обращал. Сейчас ЧП всероссийского масштаба. Понимаешь, мы даже не понимаем, насколько, мы даже иногда не понимаем, насколько изменилось. И сегодня в ситуации, когда тут мы ИГИЛ нахлобучили, тут у нас ЧВК куда-то приехали. Легально, нелегально, неважно, приехали. Я вообще считаю, надо как по американскому принципу. Да, мы империя, да, у нас есть ЧВК. Кому еще накидать? Где еще кого раскатать в тонкий блин? Надо? Сейчас приедут. Там наши русские ребята. Сейчас воткнут. Да. Кто там? Blackwater не знаем таких. Мы сейчас покажем, кто тут на самом деле в доме хозяин. Но мы с точки зрения сегодняшнего дня говорим, а вот мы недоработали. А у нас были силы доработали. А сейчас эти силы есть? По отношению к Украине меня интересуют. Я думаю, что силы есть. Но я думаю, с другой стороны, что вот, знаешь, как шахматная доска. Вот на ней уже фигуры расставлены. И вот прежде чем сделать следующий шаг, нужно 25 раз подумать. Знаешь, как во время партии гроссмейстер встает, ходит, думает. Есть ли пророссийские силы на Украине? Я думаю, может быть, сейчас уже пророссийских-то и нет. Прям открыто пророссийских. Их уничтожили. Но люди, которые, очевидно, не хотят конфликта с Россией, их очень много. Их половина. Даже половина. Более того, даже в ВСУ до сих пор есть люди, которые... Ну, еще наши, советские люди, которым эта война вот так вот поперек, она не нужна. И они понимают, что это все военные преступления. Все, что происходит. Потому что они по менталитету еще немножечко советские люди. Работать с этим нужно. Но, опять же, вижу ли я целенаправленную работу на этом направлении? Нет. Есть ли возможность целенаправленно работать? Да. Есть ли возможность делать там специальный какой-то контент именно для Украины? Да. Почему это не делается? Вы знаете, не по зарплате вопрос. Я, конечно, журналист. Я, конечно, знаком с какими-то крупными руководителями. Но я могу только предполагать, что сама по себе ситуация вокруг Украины, да, вот она такая пограничная, это же как во времена Хмельницкого, во времена руины. Такое русско-польское пограничное, такая территория под управлением мятежных атаманов Запорожской сечи. Гетманов. Гетманов Запорожской сечи, да, которые нанимают каких-то там наемников из Швейцарии, как тогда, ну, сейчас там, не знаю, из Германии, вот, и пытаются. Мы же не знаем, какие закулисные договоренности. Мы не знаем, как выстраивается политика. Мы не знаем, зачастую, там, какие договоренности закулисные, там, по тому же Афганистан. Есть ли они вообще? Мы не знаем, условно говоря, знаешь, это как вот Крымская война случилась, да, и, в принципе, Россия 1856 год, Парижский трактат мирный, да, Россия лишена флота, вот, то есть, и Россия тогда на этом направлении ничего не могла делать. Россия наносит асимметричный ответ. На Кавказе додавлю лучше миллиард, потом Черкесов, а параллельно Россия идет в центральную Америку. Хорошо, не хотите идти в Европе, мы тогда наедем на вашей колонии, мы просто создадим угрозу, да, создадим давление на вашей колонии в Индии, да, и каждый год Россия, Российская империя все ближе и ближе и ближе к Пянджу, к Афганистану, к индийской границе, да, и в Лондоне все больше и больше паникут. Мы же не знаем, да, условно говоря, на Украине там одна ситуация, а в Сирии другая. То есть, здесь, может быть, мы там не доработали, там доработали, ведь американцы, тот же самый Стратфорд, не рассматривают Сирию, Черноморский бассейн и Украину как единый театр военных действий. А мы знаем вот с тобой, я в силу своего ума и доступа к информации не знаю, у нас в Генштабе и в других умных структур, они рассматривают это как единый театр военных действий или нет. Понимаешь, и хорошо, что я этого не знаю, и то, что ты этого не знаешь хорошо, а то бы мы с тобой так вот легко бы не общались.